Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 743. Что можно отпустить, а что опустить и упустить? Когда обращаясь к пассажиру в автобусе, вы употребите глагол «вставать», а когда выходить, можно задержаться и замешкаться, вылечить и исцелить, устать и изнимать. Какой из данных глаголов вы употребите в разговоре? Какой уместнее использовать в деловой или научной статье? Составьте словосочетание с приведенными глаголами так, чтобы раскрыть их значение. Укажите грамматические признаки употребленным глаголам. Отпустить. Что сделать? Совершенный вид на «ить» – второе спряжение. Отпустить можно пленника, бороду, шутку. Опустить. Что сделать? Совершенный вид на «ить» – второе спряжение. Опустить руки, опустить ружье, опустить занавес. Упустить. Что сделать? Совершенный вид – второе спряжение. Упустить можно шанс. Упустить момент. Упустить из виду. Вставать. Что делать? Это уже глагол несовершенного вида. На «ать» – первое спряжение. Вставать можно с места. Выходить. Что делать? Это глагол несовершенного вида. Первое спряжение. Выходить на остановке. Выходить вовремя. Задержаться. Что сделать? Это глагол совершенного вида. На «ать». Второе спряжение. Не на «ать», на «ать», извините. На «ать». Поэтому второе спряжение. Задержаться можно на работе, пути в Лондоне. Замешкаться. Что сделать? Это глагол совершенного вида. На «ать». Первое спряжение. В нерешительности замешкаться. Замешкаться с ответом. Замешкаться на секунду. Держать второе спряжение. Вылечить. Что сделать? Совершенный вид. Второе спряжение. Вылечить больного. Вылечить рану. Вылечить простуду. Исцелить. Что сделать? Совершенный вид. На «ить». Второе спряжение. Исцелить от болезни. Исцелить человека. Исцелить словом. Устать. Что сделать? Глагол совершенного вида. На «ать». Поэтому первое спряжение. От ожидания. От ходьбы. Устать за день. Изнемочь. Что сделать? Это глагол совершенного вида. На «очь». Поэтому первое спряжение. изнемочь от жажды, изнемочь от зноя. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.